И всем привет и подписчики канала Umbrella TH Incorporated, на связи с вами ваш Альберт Вескер и мы с вами продолжаем проходить Rise of Tomb Raider в перуанских джунглях. Пока идет прогулочка, ребят, не забудьте поставить лайк, написать ваш комментарий к этому прохождению, хотя по-хорошему надо бы написать в конце, но лучше сейчас я вам напомню, чтобы никаких потом вообще проблем с этим не было, а то потом скажут забыли, забыли, а я вот напомнил, я вот напомнил. А также вчера, ну да, у вас понедельник, будь вчера, был у нас эпизод по Far Cry, сбой случился с аудиокартой, но, ну, она самая нормальная, вчера сбоил именно хаб, записываю сейчас, не в понедельник, а поздней ночью воскресенье, так вот, рассказываем, общаемся с вами немножечко. Но не переживайте, сегодня у нас с Абби все хорошо, есть VPN гауди девайс стоит, звук записывается идеальненько, я тут с вами на зеленом фоне, я решил сделать вот раз зеленый фон, вот даже шляпы до сих пор еще на месте, пока их закончили стремить, так начали. Но не переживайте, на Far Cry звук там, по-моему, только первые 10 минут не работал, потом, ну, адекватно не работал, там меня можно услышать, но... Это беда, конечно, лютая, но потом все вернулось в норму, ну, это с хабом проблем, я буду потом его заменять, скорее всего. Ой, ну, либо это дело уже в самом ноутбуке, ну, у меня уже старенький, ну, что я тут поделаю? Старый ноутбук, старенький. Ну, так или иначе, мы сегодня продолжаем. В прошлый раз мы с вами... Что мы с вами сделали? До этого у нас с вами было прохождение воспоминаний за Лару Крофт. В этот раз мы с вами в прошлой прошли часть экспедиции и узнали информацию об Фосатах. А впереди у нас же еще много чего интересного. Я тут такую еще вещь... А, точно, мы еще с вами собирали все вкусняшки. Так, дайте я сейчас быстренько гляну, здесь все я собрал. Ну, вот это я не открою, у меня нет отмычки. Какого ляда? А почему она не отмечена? Я же ее прошел. Это склеп. У нас было две гробницы. У нас было две гробницы, и я прошел. Одна была там, другая... Другая была здесь. Или там был склеп. Подадим, минуточку, а почему? Так, давайте сюда телепортируемся. А оттуда, если что, у меня с Орлоп пешочком будет сюда идти. Не горячо, не холодно. Так, давайте-ка мы туда отправимся, во-первых. Давайте сразу даже сюда. Да, телепортируемся, пожалуйста. Немножко как-то странненько. Она почему-то сияет до сих пор. Она должна потухнуть, вроде бы. Мы ее прошли. Я там забрал все, что можно. Или я, может, что-то упустил? Может, какой-то документ? Ну, в принципе, мне это несложно. Еще раз там пробежаться быстренько. Эпизод даже будет длиннее, но... Чтобы быть честным, я отчет времени начну после того, как мы изучим эту гробницу. Еще раз. Ну, я реально не понимаю, почему она не работает. А так, хотя, проверь. Посмотрим. Кстати, знаете, чем удивляюсь? Что... Эпизод с молодой Ларой... Его смотрят, но никто не поставил даже лайк. Вот, без обид... Ребят, ладно, вы можете хотите поддерживать. Я могу понять отчасти... Ну, к примеру... Ну, ты проходишь это в формате стрима, ты проходишь в формате геймплея. Но я не могу понять, почему никому неинтересна жизнь юной Лары и предустроиться. Мне вот... Реально история вот эта очень зашла. Может, поэтому я сейчас немножко такой... Таксичу. В каком смысле. Ну, так оно и есть. История прекрасная. Я думал, что она хотя бы... Всем, если не найдет отклик, то хотя бы... Понравится. Это реально респект разработчикам. За это респект разработчикам. Они создали реально прекрасное дополнение истории Лары. Показывают ее отношения с отцом. Показывают ее детство, юность, что она делала, как она делала. Это реально очень здорово придумано. Вот гробница. Давайте смотреть. Перуанские джунгли. Все найдено. Кроме одного испытания, который я так и не могу понять, что за испытание. И... Одного документа. Испытание, скорее всего, оно вот здесь будет. А, вот тут еще гробница. Стоп. И там... Это, подождите, ты покажешь, что ли, гробница? Такая фигня будет. Ну вот, мы пришли отсюда, я помню. Сундук с сокровищами. Разбитые свитки смерти. Но тут достижения есть. Ладно, допустим. Это деревня Косумель. Полуостров Юкатан. Это... Потопсия. Дохлые деревни тоже были. Кстати, мне нравится, как здесь все сделано. В формате двух карт. Вообще, гробный вулкан. То есть, получается, это не... Проблема с... Ладно, давайте тогда так. Не будем здесь заморачиваться. Отправляемся сюда. Ну или... Нет, давайте вот сюда. Оттуда я быстро... Я быстро лучше телепортируюсь. Мне так проще будет. Тупик. Может, из зала суда есть выход? Да, из зала суда всегда есть выход. Потому что вот здесь мы были. Я не знаю, почему они так отображаются. Вроде не должны, но... Ладно. Пусть будут так. Пусть будут так. Давайте сюда телепортируемся. Там зато поохотимся. Я только не пойму, почему они светятся. Может, баг какой-то. Видимо, уже прошли склепы. Прошли. Они стали серыми? Стали. А в этих двух гробницах... Они все еще светятся. Может, что-то не нашел. Посмотрим. Нам нужно найти какую-то еще гробницу. И чисто для сравнения. У нас есть две, которые сияют до сих пор. Но там вроде я все нашел. Может, на примере третий. Чисто тщательно все буду рассматривать. Может, она исчезнет. Кто знает. Все может быть. Ладно. Возвращаемся к вопросу по юной ларе. Ребят, я могу понять, если про Беру не нравятся моменты между сюжетами. Там, например, как в предыдущий эпизод. Чисто походили, полазали, гробницы подкрывали. Могу это как-то с натяжкой понять. Но я не могу понять, почему никого не привлекла маленькая Лара. Эпизод реально стоящий, хороший. Да, я записывал ночью. Да, я записывал мышку с Ташей. Но этот эпизод реально такой живой, что даже меня заражал жизнью. Может, Ютуб не продвигает. Могу понять, что такое случиться. Может. Ютуб дальше, зараза. Это же не значит, что... Хотя бы... Нельзя не посмотреть. Так, ладно, нам туда прям случается. Ага, вот туда. Так что буду признателен, ребят, всем, кто посмотрит и поддержит. Соб, тут где жук, что ли, был наводный? Иди сюда. Пекарь где-то водится. А, он уже убежал. Ну и ладно. Не пекарь, капибара, капибара. О, вот она где, как далеко. А я пробью ее. Нет, там дерево. Нет смысла даже и стараться. О. А вот это надо забрать. Запчасти. Так. А я, получается, смог так быстро пройти, что ли? По логике-то. Сразу бегу туда, как бы. Я нашел бы короткий путь. Нереально. Больше я не унесу. Ой, да ладно. Ну не все, что все. Так. А, ну в принципе, да. Я же сказал, что записывать теперь буду. Привет, Иона. Там никто не видел. Как жизнь под здоровьем? Хотя, ладно. Нет, я вот не знаю. Созвучка или... А, ну ладно, осталось со своими комментариями. Будет плохо, и лэнчер с этим. Как думаешь, что нас ждет в Кувак-Яку? Водопровод, я надеюсь. Я бы полностью устроил ответ. Не ягуары. Ну, на поводу ягуаров не уверен. Они не скажут, что на них охотятся. Нереально. Больше я не унесу. О, и еще один. Ничего не валяется? Иона, ты спускаешься? Я проверяю. А то мало ли... Сейчас подлямка какая-нибудь сделает. Так, посмотрим-ка. Да, местечко новое. Ничего неизвестное. Еще и с... Отливом. Ну и с домами. Вниз нежелательно. Ты следующий. Давай, я поддержу. Боится, как всегда. А он, нет, не боится. Он не хочет показывать силу. Так, а тут, скорее всего... У меня нет столько места. Товарищ Таргаш, да? Давай, открывай. О, здрасте. Вот. Обновление карты. Здесь ничего нет. Но это карта с секретами. Вот. Вот последний утерянный документ. Есть ли сейчас смысл идти туда? За ним? Я думаю, нет. Да, есть документ. Реально. Но мне тащиться обратно, что ли? Через всю эту... Нет. Я лучше дойду до ближайшего лагеря, а потом телепортируюсь. Слишком далеко. Слишком муторно. Тем более, это единственный документ. Не вижу смысла мучиться лишний раз. Но это хотя бы обновило и подтвердило информацию, что в остальных местах я забрал все, что нужно. Это меня успокаивает. Нереально. Больше я не унесу. Ну, тогда вас сделаем. Правильно. Не можешь. У меня все забито. Добрый день. Там дорога. Пойдем туда. Давай. Пухля. Я еще фотки делаю. Вот это. Продекает. Продекает. Ты отвечаешь за перевозку, да? Ну, я заехал на какой-то гнилой мост. Ого. Не стрелять. Попались. Не стреляй. Они с нами. Не глядя. И в оба. Кто-то должен проверить, что там. Хорошо. Та-ра. Иди сюда. А что не забралось-то? Молодец. Когда было последнее обслуживание? Все проржавело. Не отвлекайся, Мендес. Что мы тут ищем? Все, что движется и не движется. Они еще не нашли ту реликвию? Хотел бы я первый до нее добраться. Я нет. Почему? Стал бы героем? Стал бы трупом скорее. Нет, спасибо. Я лучше посижу тут и поищу противника. Больше слов, больше дел, господа. Хорош ли не... Иди сюда. Тихо убийство. А, все-таки она убила его по-тихому. Это хорошо. Ой, Иона. Ой, ты молодец. Прекрасно. Найди, пожалуйста, мне костерчик. Тихо. Чем занят твой отряд? Я проверю. Их дело невидами любоваться. Придется пойти вниз. Да. Мы знаем, где главный храм. Сейчас нам надо найти любые развалины, которые мы могли пропустить. Хорошо. Он серьезно застрял. Боюсь, его лучше не трогать. Нам придется укрепить мост. Будет трудно найти нашу пьянку. Почему ты не проверил мост? Я же велел. Ну да, мы же ведь точно проверяли этот мост. Вали. Я не буду тебя прикрывать. Может, получится вытащить его БТРом? Ладно. Может. Я подумаю. Мы с ними справимся. Хорошо. Это? Иди влево. Я с ними разберусь. Да, что за ним? Прячься. Дэйв! Сэми! Придурки. Я же сказал, сначала проверить мост. Сукины! Дэйв! Дэйв! Сэми! Мы несем потери! Так, он меня не видит. Давай, повернись. Никаких потеек. Надо было разобраться. Убежал и хорошо. Иона, ты где? Куда Ионыч попал? Ладно, идемте вперед. У них грузовик есть. А, нет. Хотя бы Терлан реально тяжелый. А, у них вообще все сломано. А, ну иди сюда. Отдай, это мое. Это мое. Отдай, это мое. О-о-о. Красота. Даже не думай. Стоп тебя! Стоп! Спасибо. Все хорошо? Не прерывай на такому. Да, держи. Спасибо. Не привык он к такому. Ну, его понять можно. Надеюсь, это последний. Повезло. Да. Как они сюда попали? Не знаю. Не совсем та цивилизация, на которую я надеялся. Да ладно. Лучше, чем любая другая. Получено новое снаряжение. Универсальные пистолеты, подходящие под любой ситуацией. В рядах Тринити. Вот это я возьму. Спасибо. А можно дверь? Рука чешется. Значит, заживает. Это хорошо. Может, лучше бы не заживала. Я понимаю. Я стараюсь не думать о спине. Да. Кстати, моя бабушка пережила цунами в 60-е. Что случилось? Друзья погибли. Ее семья потеряла бизнес. И с тех пор она могла заранее чувствовать извержение вулкана, бури. И не только. Да ладно. Как она научилась? Я знаю, у кошки есть такая... Где-то заседают близнецы. Сожгите преграду. Горючая преграда. Чтобы поджечь горючие объекты... Огленной стрелой. Да вы издеваетесь. Огленная стрела опять ваша. Ладно, давайте это возьмем. Ура! Ура, ура! Давай, пошли! Найдите Кувакьяку. Ладно, сейчас найдем здоровые. Что это могут быть за близнецы? Что угодно. Пара монументов или гор, или ручьев. Полагаю, увидим, поймем. Да. Слышите? Ой. Да. Оооо, вот это я уже... Латиноамериканский дух. По воздуху. Сюда люди заходили. Искали артефакты. Ваши друзья? Уж точно нет. Пора мне отдохнуть. Идемте. Футболка Окстар. Простите за море вопросов, но единственное заведение в городе... Мой отель. Осторожность не помешает. Кстати, я Иона. Эбби. Лара. Входите, садитесь. Лара Круфт. Карлос, три. Да, Карлос, давай. За счет заведения. Встречаю. Да. Пилот сажали. Ну да. Долгая история. Спасибо. Ну, ты не очень-то похож на археолога. Это она археолога, а я... Я просто повар. Правда? Да. Ты уже пробовал местное севиче? Коронное блюдо. Разве что оно в джунглях растет. Ты не видел наши знаменитые рыбные деревья? Так, Иона нашел подружку. Молодец. И он ее за тебя рад. Ясно, значит, у них слар чисто платоническое отношение. Где это сняли? О, в Мексике. А что? Я уже видела такой символ. Где? Тут есть развалины, и на одном камне вырезано нечто похожее. Я схожу на них, взгляну, а? Да. Пожалуйста, но гарантирую, это не Майя. Мои предские инки, к нашей гордости. О, эээ... Одна на родстве с другой вылезла. В чем проблема? Передохни здесь, чуточек. Да, то и... Конечно. Я же обещала тебе отгул. Ну что ж, не откажусь. Да, желаю. Да. Я тебе. Молодец, Иона, давай. Поподробнее. Саванец и Инканьянец. Значит, с Ларой... Друзья, коллеги, она просто гений. То есть, вы не... Пострелюх. Нет, ничего такого. Не надо, да. Я сам по себе. Интересно. Ты говоришь, языков? Я нет. Мои предки, далекие. После них были кечуа, а потом непонятно кто. Я даже языка не знаю. Ох, как мне это знакомо. Совсем так. Сам откуда? Гавайи, Новой Зеландии. И что из них родина? И то, и другое. И не одно. Вот, смотри. Я почти всю жизнь провела здесь. Получила лицензию пилота в Лиме, но когда нефтезавод закрылся, и я узнала, что тут происходит, решила вернуться. Хотела бы пожить где-нибудь еще. Да. Раз все нормализовалось, я не прочь опять попутешествовать. Я так за него рад. Ты любишь футбол? Оу. Тут очень популярен. Да, я раньше играла, но в последнее время не до того. Наверное, и к лучшему. Футбол, конечно, ничего, но настоящий спорт. Какой же вы диалог? Ну уж нет. Надо заставить тебя передумать. Ну-ну, попробуй. Ребят, учитесь у Ивановича мастер-пикап. И у тебя. А еще где-нибудь есть? Да. А какие? Секрет. Ну, может, как-нибудь увидишь. Два. Молодец, Ивана. Дадим пятью огню. Молодец. Все. Все получилось. Больше ничего не услышал. Все. И он ее захмурел. Где еще, может быть, хорошая тату у татуировки? Огромные девушки. Мы же все это знаем. Мы все это знаем. Девушки. Я знаю, что у меня на канале, как минимум, меня смотрят 20% из всех подписчиков девушки. Ну, по крайней мере, по последней статистике. Напишите парням в комментарии, где она могла бы сделать этот тату. Не стесняйтесь выражений. У меня это можно. Но если Ютуб там вмешается, не переживайте. Всегда можно написать в Дискорде. Наши чата. Сэр. Ты тут недавно? Да. Привыкай страдать ерундой. Пей, потей, день и пройдет. Ты не местный? Нет, я с того корабля, который налетел на скалы. Буря взялась из ниоткуда. Пустила нас ко дну. А разве секса здесь нету? Сказал, только пей и бездельничай. Сэр же ты не бездельный. Это себе такое хорошее время предпровожение. Кстати, тут лагерь есть где-нибудь? Деревня без лагеря? Издевайтесь. Так, мне надо искать лагерь. Что-нибудь нужно? А, привет. Привет. Ты работаешь на раскопках? Да, я тут случайно. Ясно. Ну, если что понадобится, в центре города есть рынок. Можешь пополнить там припасы. Спасибо. А костер где-нибудь есть? Отлично. Торгаш нашелся. Хоть что-то хорошее. У меня сейчас, знаете, такое ностальгия вспомнила с Меодопус из этой анимации. Сэр. Я два года собирался с духом, чтобы ее пригласить. И вот, когда я решился... Кто это вообще такой? Так, и он влез в любовный треугольник. Санта-Барбара с Ионой. Тьфу. Tomb Raider. Shadow of Tomb Raider. Лара Крофт. Раскнили лица сердец. Сваха. Tomb Raider. Лара Крофт. Сваха сердец. Идеальный, идеальный название. Главное, не знаю. Надо записать, а то забуду ведь. Сердец. Да, 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 да. Мне, кстати, нравится, что они оставили классический язык. О, это что-то есть? Ты тут недавно? Привыкай страдать ерундой. Пей, потей, день и пройдет. Ты не местный? Нет, я с того корабля, который налетел на скалы. Буря взялась из неот... Эх, вот так вот. Этот три года ждал, а Йона за секунду выхмурил. Она, наверное, еще и лай покажет. Ну, зная его, то он точно покажет и лай, я в этом уверен. О, здрасьте. Меня сомневаюсь, что в самом городке какие-то реликии будут валяться. Ну, тут прямо нефтепровод проходит большой. У меня даже немножко проседает. У меня сейчас реально проседает. Ну, очень много людей. Ну, ладно, нормально. На, где лагерь? Упс. Куда? Где? О, наконец-то. Так, давай, во-первых, вот сейчас... Слава богу, Буря едва задела деревню. Ее эпицентр был ближе к самолету. Но все могло быть куда хуже. Что я наделала? Что, если случится землетрясение? Погибнут сотни людей. Я должна это предотвратить. Удобный, надежный. Нет, я с глушеком возьму. Ну, заодно прокачаю. Че мне-то... Удобная рукоять. Это надо. Мягкий спуск. Не нужно. Емкость магазина. И... Урон. А то все остальное. Пока могу, прокачиваю. Вот так вот. Так, теперь здесь. Полная тень. Викар М12. Стандартно штурмовая винтовка. Неинтересно. А благодаря глушителю можно по полной нашпиговать врага свинцом. А его союзники ни о чем не заподозрят. Вот это мне нравится. Так, хорошо. У нас с вами есть очечка наук. А, нет. У нас открыл снова достиженец. Это змеиная кожа. Измажив с грязью, Лара может быть незаметной на фоне грязных... И оброшенных растительных стен. На открытой местности ее тоже будет сложно обнаружить. Кузнецы судьбы. Навыки пути. Разблокируйте это. Выполнить кузнецы судьбы во время отзвуки прошлого. Но этого у меня пока нету. Ладно, давайте сейчас, во-первых, с документом слетаем обратно. Потому что я точно теперь знаю, где он находится. Он здесь. Слетаем. Заберем. Вебка. А, ну, вместо автофокуса. А потом обратно сюда. Ну, как я и говорил, найти надо было. Реально, ты... Респект, Иодыч. Я не знаю, что с него не переплюнет в этом эпизоде. Я думаю, ничего не переплюнет. Слишком хорош. Ай, вот. Молодец. Так держать. Молодец. Так и надо. Так и надо. Так и нужно. Ох, да уж. Приятно видеть, что хоть у кого-то как-то клеится. А вот так вот это происходит. Это его рапорту свело, как говорится. Жалко, что, к сожалению, в нашем современном мире большинство работ не помогает народу отсвести нормально людей. Ты зацепи. Я знаю, умел... Как сказать? Я человек-трудоголик сам по себе. И не поклонник рабочих романов. Иначе потом... Если... Отчасти из-за собственного характера я сделал себе такое правило. Знаете почему? Потому что иначе у меня появится желание трахнуть кого-то именно на работе. В физическом понимании. Зачем мне это? Ну, есть такое. Поэтому я намеренно вообще никого не смотрю себе на работе вообще. Я сейчас без работы, но... Если работаю где-то, то... Нет, вообще ни на кого не смотрю там намеренно. Уж такой человек. Надо знать свои плюсы и минусы. И каждый наш минус, это наш плюс. Главное понимать, как его использовать. О, здрасте. Так. О. Еще один проходик нашел. Так я этот документ пустил. Уж так рядом был. Шестое июня. На первый взгляд энтузиазм отца достиг своего предела. Но я начинаю в нем сомневаться. Посреди ночи я увидел его глаза, в которых отражался лунный свет. Его пустой взгляд был устремлен на небо. Если бы не все его истории об Амазонке, которые он рассказывал, я бы решил, что он сожалеет и даже печалится. А может быть, его просто злят насекомые, которые забираются под наши накомарники. Так. Вот еще страничка зерника фоста. И нашли лагерь. Компания завершена. Экспедиция в неведомое. О-о-о. Так, Лара, спокойно. Забавно. Тут до сих пор, кстати, инструкция есть. Все документы собрали. Ну, хорошо. Так. Давайте глянем, что можем приобрести. Если что-то стоящее есть, конечно. Это за два. Из шума убийства Лара фактически забирает присутствие своих жертв. Ну, дать вот это я возьму, да. Впервые я теперь захотел эту штуку взять. Но, реально, сейчас надо. Если Тринити появ... Я почему раньше не хотел брать? Потому что Тринити не было. А теперь оно появилось. И надо, соответственно, брать. И брать много. Чтобы уж наверняка. Так, давайте в лагерь. Надеюсь, что не придется отстреливаться там. В этой деревушке сейчас. И, соответственно, портить Ионе прекрасный выходной. С перепихоном. Так, если вдруг не поняли, к чему там у них шло, я объяснил. Сейчас Талсполь-лирду. Ну, я рад за его ночью. Давайте-ка, я тут немножко, наверное, поменяю. На темный синий цвет. Красиво смотрится. Зеленый, главное, чтобы вот с этой стороны был. Ах. Красота. Какой красивый вид. Мне реально нравится. Шлемы. Ворогов шлемов невозможно устрадить выстрелом в голову, пока их шлем не будет уничтожен. Но, знаете, забавная штука. В реальности, конечно, существуют шлемы бронебойные. Но, которые способны выдержать 1-2 удар пули. Но они, во-первых, очень тяжелые. Не существует облегченных версий. Вообще не существует. Шлем, по сути, фигня. Она нужна для другого, чтобы там какая-нибудь шишка вам в голову не разбила. Пока вы там помираетесь за какую-то фигню. Привет. Эй, если захочешь узнать что-то про Кувак-Яку, спроси меня. Ты экскурсовод? Я знаю, куда стоит ходить и кого лучше избегать. Ясно. Лучшая рыба на пристани. Самые вкусные тако в Эль-Ликар-де-Сердо. Но пиво там теплое. Я буду осторожна. А, и держись подальше от Амара. Тебе не нужны проблемы с ним. Он думает, что может прийти в город и взять все, что захочет. Ладно. Не буду нарываться на неприятности. Будь начеку. Так. Есть задание, доступное задание. Вот давайте это возьмем. Найдем из секреты. О! Тут записи есть. Нет места. Ничего не могу взять. А, это палки. Вот это забираем. О, жареный поросенок. Запомни, Хавьер. Каждый фунт готовить на огне 15-20 минут. Иначе кожа почернеет, а мясо станет жестким. Так, минуточку я записую. Мне все равно. Я хочу пойти поиграть. Отец Ванча и Альвара принес им петарду из города. Он будет вставать в петушек, а я все пропущу. О, ну да. Это важное дело. Скажи мне, Хавьер. Вот ты вырастешь, меня не станет. Кто будет тебе готовить, а? Не знаю. Жену какую-нибудь заведу. Так мне нравится эта игра. Не поймите, неправильно. Я не доверую ни одной девушке себе готовить. Без обид, девушки. Меня отравили больше сотни раз. Это уже чисто общественно... Помалкиваете, барышня? Куда она еще? Заявляет что-то. Меня чисто больше отравили больше сотни раз. И абсолютно, стопроцентно, это были девушки. Специально и не специально. Так что там где-то 60 на 40. Процент имеется в виду. Потому что больше сотни, я уже просто 100 перестал считать. Но соль в чем? Отчасти тебе понравилось, потому что мальчишка просто дубает членом. За это респект. Вот это понравилось. Но надо дубать головой все-таки. Барышня, его бабушка, так полагаю, права. Я два года собирался с духом, чтобы ее пригласить. И вот, когда я решился... Кто это вообще такой? Когда ты решился? Если уж решился, так делай сразу. Решился он. О, могу поплавать. Прячай-ка. То есть поплавать можно, но... Осторожно, думаю. О, да тут полных сил под водой валяется. Так, конусная форма. Этой конической чугунной формой в основном пользовались в 60-х и 70-х для отливки небольших золотых слитков. Благодаря уникальной конструкции формы золото оседает в ее нижней части, очищаясь от примесей. У меня была такая, точнее у моей прабабушки, прабабушки у нее была, но только не вот такой конкретной формы, а более круглой для выпечки. Чего в ностальгия пошла? Ой. Давай, выплывай. Ты нам еще с охотой должен работать. Надо, не, собрать пять растений. А я и не все собрал. О, смотрите, что-то валяется. Так, я сейчас здесь все поизучаю. Так. Так. Мы, кстати, крокодила прокачали, так что, в принципе-то, неплохо. Так, он начинает вибрировать, и она, значит, начинает задыхаться. Лара, если ты вдыхаешь, может, ты не будешь заснуть голову в воду? Начал вдохнешь? Так, а вы что у нас такое? Этот яркий золотой диск ни с чем не спутаешь. Это Инти, самый главный бог инков. Он был богом солнца, защитником людей, он дарил тепло и свет. Некоторые легенды гласят, что он также принес людям цивилизацию. Императоры инков считались либо прямыми потомками Инти, либо его воплощениями на земле. Все зависело от мнения самого императора. То есть, типа, был адекватный, и он сказал, что я только потомок, а был псих, который говорит, что я Инти. Красота. Так, давайте-ка осмотрюсь-ка. Там тоже вдалеке что-то плавает, валяется. О, вот не зря я решил сюда еще сплавать. О, закос следователя, вот это мне надо. Базовый лагерь еще нашел вдалеке. Так, пока не трогаю. Давайте-ка я посмотрю-ка, где там я вообще нахожусь. Собрать водные растения. О, да я сейчас это быстро сделал. Я видел, как особо растение тоже валялось. Я упустил документ. Тут два склепа. Дайди к выжившему. Так. А здесь что-нибудь есть? Или я тут точно все открыл? Да, я тут точно все открыл. Прекрасно. Мы обновились. Тотальное обновлесьон. В общем, есть чем теперь мне заняться. Так, давайте начнем с этого. Потом вернемся на берег. Потом поплавим под водой. Ну, точнее... До себя. Иди сюда. Какая грязная вода. Ну, не видно после дождей тогда. Кстати, я могу, наверное, купить отмычки. Будет здорово, если получится. Так, давай-ка поднимайся. Так, я могу по лодке включать себе. Вот так, да? О, привет. На том острове раньше был храм. Сейчас от него осталась лишь пара разрушенных стен. И одна каменная колонна. Скорее статуя, а не колонна. Тончайшей работы. Несколько лет назад ее приезжал изучать один профессор. Он рассказал, что узнал? Сказал, в ней нет никакого смысла. Ох, как он разозлился. Ругался, что мы его обманули. Красота. Но сначала за документом. О, это мое. Хотя я рядом с тайником. Давайте сначала стояничок. Так, иди сюда. Сначала оплыву и заберу все. Давай, Лара. Это опыт. Не надо забирать все, что я с оптом. Так, хорошо. За колонну тоже сходим. Но сначала... О, добрый день. Вы видели моего мужа? Или дочку? Не думаю. Где они были в последний раз? Они ночуют со звездами. Сияют и машут мне. А по утрам спускаются к реке. Ох. Обычно я смотрю, как они сияют там. Но вода потемнела после бури. Я знаю. Они там. Я точно знаю. Золото. Барышня молодец. Она нашла золото. Вот так вот поспрашиваю людей. И столько всего расскажут. Гигантская. Рик, наверное, столько же весит. Магда, ты показывала ее эпик. Если Господь послал ребенку, сделай ее синий. Может, я старомодную? Мне больше нравится. Спорим, ты никогда такого не видела? Чего? Это последний. Все остальное я продал командиру. Он был немного грубоват, но раз уж он все у меня купил... Ну, кроме этого. Отлично работает. Не ломается. Настоящий зверь. Ээээ, ну... Серьезно. Моя жена сама не своя после того случая. Но мерное жужжание помогает ей расслабиться. Я рада. Это жена? Он хочет продать мне генератор. Есть кто не понял. Только... Возникает вопрос. Нахрена ему продавать? Мне. Такой... А, вот он. Это карта, получается? Сеньорита Ортис. Ваша увлеченность жизнью деревни Кувак и деятельность на благо деревни достойны похвалы. Однако в Парвенир не приемлют ваших заявлений о том, что компания виновна в ужасном состоянии Кувака. Более того, Совет директоров принял решение, с которым согласился представитель местного правительства, что если вы продолжите эту клеветническую кампанию, мы будем вынуждены обратиться в суд. Канцелярия Роберто Лавильи. Директор компании Парвенир. Директор компании Парвенир. Походу, труба им и принадлежит, да? Ладно. Так, сейчас теперь давайте сюда для начала. Я бы сейчас бы на рынок... А может сначала на рынок? Реально, давайте на рынок сходим быстренько. Тут торгаш есть. Потому что если он продает отмычки... Да, стоп. А если он за золото продает? Так, давайте тогда сначала за золотом, а тут уже дальше. И не спрашивайте. Птица с дороги. О! А-а-а! А, это жила. О, я могу открыть тут, под водой? Так, миночеку. Как это Д6-ка? Ну там жила, ладно, я не могу жила потратить. Но Стелла-то могу течить. Речь о месте неподалеку. Вдохни поглубже и найди меня под носом другого. Тайна монолита, загадка. Поглубже и найди меня под носом. Я нашел раньше, чем ты успел мне эту загадку прочитать, монолит. Монолит, монолит, речь. Так, где-то вот здесь он был. Такой че-то я только открыл сейчас раньше времени. А, вот он. Вот и нашли. Нет снаряжения. Да, мне реально нужно сейчас искать. Так, все, начинает вибрировать. Давай, Лара, поднимайся. Так, типа... То я достать не могу, это я достать не могу. Давайте задание возьмем и... Да все возьмем. Я не привередливый. Ну-ка. Что там? Я тут забираю ваши нычки. Пряток лучше на другую деньги. Кто нашел, того и твой тапки. Стоп. У меня нет столько места. А, под водой берешь, все попало. Прости, мы знакомы? Прости, я не знала, что это частный дом. Боже, мы, конечно, многое потеряли. Но я не думала, что все так плохо. Я не хотела. Да я знаю. Только уж прости, у нас еще очень много работы. Ну, в принципе, да, Лару понять можно. Выглядит как проходной двор физический. Ну, что поделаешь, таковы времена... А, стоп, я же хотел сначала за этим-то идти. Задание возьмем, потом... Да ладно, сдох. Ничего, почините. Да, запчасти понадобятся, но... Тоже неплохо. Так, кто у вас по заданию? Вот, мальтишки уже играют. Что это? Хотелось выгнать отсюда этих воришек. Все нормально? Нет, все ужасно. Эти мародеры приехали в город, наняли нас, чтобы мы откопали для них наше собственное наследие и платят нам гроши. А потом забирают все и продают. Мы в отчаянии. С тех пор, как Парвенир уехал, работы нет. Мы легкая добыча. А буря ваше положение только ухудшила. Все, что у нас было, утонуло или пропало. Я не знаю, как нам жить. Я умею обращаться с такими людьми. Я попробую помочь. Пункт, кстати, реально богатый. Не знаю, чем это поможет. Так как тебя зовут? Лара. Я Виктор. Если хочешь поговорить с Амаром, исполнительным директором попыткам воровствую-мародерствую, то он там. Спасибо. Осторожней. Он не любит, когда ему перечат. Не переживай. Я главный директор в этом вопросе. Вы Амара Маровна? Убирайся. Мешаешь смотреть. Амар? Кто ты? Ищешь работу? Тогда тебе не повезло. У нас людей хватает. Марко теперь наш рекрутер. Да, спасибо. Ты знаешь, где он? Где он? В баре. Поговорите с Марко. Так. А Марко в баре. Ладно, идемте в бар. Бар тут один у них на всю округу. Так что не страшно. Так, кто из вас? Ага, вижу. Найди кого-нибудь себе на замену. Что? В этих местах опасно, Марко. Мало ли что может случиться. Я ищу Марко. Что? Зачем? Я просто хочу поговорить. Ему не нужны проблемы. И мне не нужны проблемы. Мне нужна работа. Работа? Ах, да, да. Конечно. Так, ты Марко? Надеюсь, это не Амар прислал тебя издеваться надо мной. Если кто-то из них тронет моего сына, я… Марко, я не имею отношения к Амару, поверь. Что случилось с твоим сыном? Я разбил колено. И Амар забрал Пабло на раскопки вместо меня. Сказал, я теперь рекрутер. И должен сам найти себе замену. Иначе… Иначе он оставит там твоего сына. Ага. Я боюсь, что он не отпустит Пабло, даже если я кого-нибудь найду. Ну, хорошо, что ты кое-кого нанял. Тебя? Серьезно? Ты на это пойдешь? Мы же не хотим подвезти начальника, правда? Спасибо. Если увидишь Пабло, скажи, что я здесь. Так. На что я подписываюсь? Даже Лара нашла работу, я не могу найти. Нашла в глуши. Так, сначала давайте… К доктору зайдем. Точнее, не к доктору, а к Таргуле. Так, где Таргуле у них? Ага. Прямо. Где-то вот здесь он. Так, сначала сбоку посмотри, я не уверен, с какой стороны заходить. Это рассказ о местных пещерах, которые якобы заколдованы. Из глубин земли доносятся жуткие звуки. Никто из тех, кто ушел в эти пещеры, не вернулся. Таинственные звуки, иногда похожие на гром, а иногда на вой собак. И таинственный свет внутри. Иллюминисценция вполне нормальная. Не знаю, как им удается так задорно болтать, когда мы столь кого лишились. Сочувствую. Стой, ты не Мариэлла. Нет, я просто… Извини за беспокойство. Поддержал разговор. Так. Добрый день, вы Таргуля? Привет. Дай угадаю, Амар послал тебя запугать меня? Скажу тебе то же, что сказал ему. Я ни черта не дам этому ублюдку. О чем ты говоришь? О чем я? Прости, я увидел нож и пушку, и подумал, неважно. Ищешь что-то конкретное или просто смотришь? Что у тебя есть? Что у меня есть? Это Кувак Яку, место крупнейших археологических раскопок в Южной Америке. Ну, могло бы быть, должно быть. Если бы не мародеры? Вот именно. Амар и его парни ищут деньги, а не прошлое. У меня есть кое-какие произведения искусства. Состояние не лучшее, но восстановить можно. Давай я покажу. Показывай. Красота. Подсумка для пистолета. Небольшая кожаная сумка позволяет носить с собой больше пистолетных патронов. Реликт портупея девяти шагов. Портупея, сплетенная из хлопка и шерсти ламы, однажды принадлежавший человек по имени девять шагов. Сапоги. А, нет. Видимо, одежда, я так полагаю. Да, это одежда. Мне интересно. А вот... Кожаная сумка с замком позволяет отнести с собой больше винтовочных патронов. Слушайте. А продать что я могу? А продать я могу все. Сколько у меня? Отличный выбор. Держи, золото заслужил. Шкура ягуара. Ну, пока еще нормально. С ядами вроде тоже все норм. Орх нормально. С птицами нормально, с пауками нормально. Вот это давай я продам к тебе. Держи. Все, что я могу продать, я продаю. Мне не нужны переборы. Отличный выбор. Выгодная сделка. Шкура нормальная. Жир еще пока плюс-минус хорошо. Запчасти. Вот это давайте. Отличный выбор. Выгодная сделка. Не говори. Отличный выбор. Так. Вот, более-менее расслабили собственный зад. Теперь давай убирать. Во-первых, патроны однозначно берем. Держи. Подсумок тоже для пистолетов возьмем надо. Что у нас? Модель. Малый боезапас. Комплект нарушение внутренней мощности. Неинтересно. САТС-55 полуатоматический пистолет, снабженный магазином, с увеличением боезапаса. Вещь интересная. Геофрал. Мощная как паровоз. У этой винтовки огромный урон, но низкая скорость стрельбы. Сильная сторона урон. Низкая скорость стрельбы, в принципе-то, мне не нужна большая скорость. Мне нужна точность. Если она способна на это, это то, что мне нужно. Бесшумные стрелы. Обычные стрелы, которые можно бесшумно убивать врагов. У меня это и так добро полно. Вот патрон для пистолета. Ну тут, в принципе, запаса так полно и того и другого. Пистолетный глушитель подавляет звук выстрелов из пистолета для скрытности. Но это вот как раз таки на дополнительный. Пистолетный прицел повышает повышает увеличение и совместимость со всеми пистолетами. Вот это я возьму. Держи. А отмычки у тебя нельзя купить. Слушай, я что угодно. Сейчас бы тебе все золото тут было, хотя бы за отмычку. У меня отмычки не хватает. Так, это у него порох. Запчасти. Давайте винтовку возьмем. Пусть будет. Выгодная сделка. Согласен. Моя лавка всегда открыта. Благодарю. Стоп. Там что? Ничего. Надеюсь, я найду. Я хочу попробовать сейчас одно все видео посмотреть. Так, осмотрим сейчас. Пока пройдемся по деревушке. Подготовимся. О, ты тут недавно? Да. Поговори с Эбби Гейл. Она любит знакомиться со всеми приезжими. Ты про Эбби? Мы знакомы, она мне помогла. О, это наша Эбби Гейл. Она и генератор починит, и спор разрешит. Она наш как бы мэр. Неофициальная хозяйка магазина и волонтер на полставки в пожарной бригаде. И поверь, в рукопашном бою она тоже даст жару. Интересно, как это все уместится на ее визитке? Ладно, ну, удачи во всем. Это же будет не визитка, а полноценная вот такая вот. Вот такого размера визитка пусть будет. Такая вот Эбби Гейл. Мэр, пожарная бригада, полиция, волонтер. Могу починить все, что угодно. Механик. А че где-то ты? Пусть будет. Так. Сейчас. Похожу, поизучаю еще все. Так. Где-то еще что может быть. Так. Сейчас главное изучить все, чтобы потом не сходить с ума, что я ничего не нашел. Ну, а есть привычка всегда выискивать. Это профессиональное. Копаться во всем, выискивать, вынюхивать. Ну, так это профессиональная, специфическая. Ну, реально, деревня очень интересная и большая. Кстати, теперь можем за золото вспомнить, что. Мне удалось провести кое-какие исследования. И теперь мы, наверное, сможем сделать свой собственный нефтеперегонный завод. Правда, работа предстоит большая, и в одиночку я не справлюсь. Нам нужно сделать резервуар для нефти. Вместимость – тысячи литров. Его можно сделать из корпуса корабля, затонувшего в реке. Кто готов поднимать корабль со дна? Нам нужно подготовить систему добычи сырой нефти. Кто хочет командовать бригадой черпальщиков? Как только мы все наладим, у нас появится возможность делать дизельное топливо, керосин и бензин. Это будет достаточно для того, чтобы летать на самолетах. А часть мы, возможно, даже сможем продать. Так и просто возможно так и будет. Слушайте, с одной стороны, сейчас, наверное, экологи подумали, это плохо. Но, во-первых, на своем пункте нужно как-то выживать. Слушайте, нефть у них буквально под ногами. У них мало ресурсов, но они хотя бы думают, как выжить. Слушайте, план рабочий. Если корпус корабля не проржавел докончательно, не весь в дырах еще, то технически его можно использовать. Теория для очистки нефти. Ну, реально, здорово. В чем? Случай глупо, особенно в таких обстоятельствах. Ну, я хочу сделать, чтобы разводить. Ты блин, Сан! Ну, это хорошо, что если человек хочет сделать что-то особенное. Это респект. Это только хвала. Хвала и похвала. Тогда мы ничего не боимся. Гранди Рио, Великая река. Забавно вспоминаю, как мы были в другой деревушке. Там сходили с ума. Из-за того, что мальчинка упал. И упал в воду. Упал в бурный порыв воды. В общем, посмотрите, не смотрел. Мама, мама! Склон, ну, ты, мама! А какие счастливые они все тут. Мама, а что на доме? Давным-давно там был прекрасный храм. Да. Какой остров? Вот здесь, наверное, да? Даже до того, как ты родилась? Ммм, задолго до того. Долго до того, как родился твой дедушка. А-а-а. Так. Да, обновления пришли все. Вот. Есть склеп. Есть фреска. Вот фресочку можно было еще поизучать. Чтоб подкрасить все. И вон там. Знаете, сколько всего мы с вами здесь уже пооткрывали? Это только один населенный пункт. Ну, сначала золото. Да. Давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Это выбай мне все золото. Продавайте золотые цветки торговцам. Так. Теперь давайте-ка ищем. Так. Да можно не только золотые цветки продавать, так говоря. Да я не ожидал здесь, что тут что-то есть. О, глядишь, я так сейчас что-нибудь найду. Вдохни поглубже и найди меня под носом другого. То есть, монолит показывает зону, где что может быть. То есть, это не вот тут непосредственно. Походу, речь шла о тайном храме. Но были пометки уже на карте, и я теперь знаю, где его искать. Сколько, у меня сейчас 14 записываю? Так, у меня. Всем привет. Сегодня понедельник. Ну, кстати, забавно. Вот тут по птицам стрелять я не могу. Я их по птицам пострелять, но не дают. Так. Я возьму, конечно, сейчас продолжим этот квест с заданием. Давайте я сначала с вами сбегаю до конца. Посмотрим вот эту фреску. Фреску надо посмотреть. О, стоп. Здрасте. Я рад видеть в городе новые лица. Здорово знать, что про наш скромный уголок еще не забыли. А еще здоровее будет, если ты заглянешь в наш магазин, да прикупишь чего-нибудь. Мы уже сделали. Здравствуйте. Джунгли забирают, что хотят. Их секреты сложно разгадать, но один я нашла, кажется. Да? В этой деревне столько всего. Сотри один слой, а под ним будет еще один и еще один. У этого места богатая история. Иногда я думаю, а не была ли она здесь в каком-то смысле с самого начала времен? Ты отличаешься от остальных. Каких других? Вообще всех. Тех, кто искал золото, нефть. Брали все, что могли. Как это мило. Продолжайте ограничивать распределение припасов. Когда мы окажемся в ваших краях, будет лучше, если ваши люди станут думать о еде или о болезнях своих детей, а не о том, что происходит за пределами деревни. Когда мы закончим исследование территорий, то, как и обещали, на 24 месяца в два раза увеличим объемы ваших рационов. Если, конечно, вы выполните свою часть соглашения. Искренне ваша Эстела Диас, директор отдела по работе с населением Орден Тринити. Они ебанулись, что ли? Нет, я понимаю, что в бедных странах безопасность семьи и забота больше о них, чем о... всем остальном на первом месте, но Тринити разве не поднимает такую простую формулу, которую знают во всех странах даже постсоветской России, что холодильник всегда мощнее любой политики. Холодильник не перемеешь ничем. Какое бы тупое ни было бы население, холодильник всегда власть. И то, что ты ограничиваешь их продуктами, осознанно ограничиваешь, это в любом случае выльется. Это обернется им боком. Мне кажется, это бред какой-то. Ой, да уж, чего только не происходит. Так, а тут я никак не обойду, да? Тут есть колонна, но это в другую сторону. Ладно, давайте пока это не будем трогать. Только давайте я, наверное, вот это задание все-таки задам, потому что оно как-то помечено. Мало ли оно сейчас слетит? Я это не знаю точно. И получается туда, да? О, здрасте, Лили. У нас тут мало туристов. Нет, то есть я не турист, я исследователь. Ну, и все же. Жаль, ты не видела это место 20 лет назад. Тут все гудело, цвело. Столько жизни, надежд на будущее. Надежд на будущее. Скорее доверчивости. Что случилось? Парвенир случился. Нефтяная компания из Лимы. Они приехали, купили город, дали всем работу, даже хотели строить многоквартирные дома вдоль реки. А потом все рухнуло. Разлив нефти. Нам остался только хлам до объедки. Плохо, что ты не турист. Туристы привозят деньги, а археологи увозят. Увозят не археологи, увозят расхитителей и гробниц. Хотя, в принципе, да, Лара относится и к этому. По типу. О, здрасте, это мое. Здрасте, я ваша Лара. Лара Кроудс, забираю у бедных, да и у богатых. Обычно погребальных кукол делали из ткани и набивали их травой и зерном. Часто куклы что-то держали в руке, например, музыкальный инструмент или клубок пряжи. В данном случае кукла держит младенца. Возможно, это означает, что умершая была матерью. Скорее то, что она умерла с ним. Но это из современных материалов. Возможно, это сувенир, который изготовили в Парвенир. Сувенир погребальной куколы. Как думаете, почему проведи? И я, ты, если вы меня знаете, ребят, но это объясняет, почему у них случился разлив нефти. Отлично, у нас с вами новая чучка науков. Так, давайте тогда заодно вернемся к лагерю. Я полагаю, с тобой поговорить надо? Когда деревня была под крылом зоркого кондора, но мы позволили орлу прогнать его. Не уверена, что понимаю. Я тоже. Мы потеряли себя в погоне за вещами. Думали, что полные карманы монет принесут нам счастье. Но орел и это забрал. Так, орел. Много чего-то интересного есть. А это туда. А, мне сюда. Отправитесь на окраине города. Ладно, тогда можно встать на потом. А тут, кстати, это должен быть еще храм, насколько я понимаю. Да, вот тут прямо. Рядом. Я вот туда покраду? Немножко, детишки, не возражайте. Уже нога затекает. Ванчо, у меня не получится. Это просто. Бери петарду и засовывай ее. Ну, ты понял. У них вообще есть куда? А как они какают? Нет, я не хочу это делать. Это гадко. Давай лучше ананаса повзрываем. А что скажем Хавьеру? Что у нас новая зверушка? Точно. Они хотят лягушке взад засунуть петарду. Себе засуньте. Никогда такого не делайте. Ни лягушкам, ни нависным сомакам, ни прекрасным кошкам, никому не засовывайте взад петарды. Сад петарду. Больные ублюдки. Имею право так говорить. Они больные ублюдки. Ладно, пойдемте, проведаем к нашего костерчику. И он не трогаем. Он там уже все разрулил себе. Так, у нас получается, да, один только очечек наук остался. Незадействованный. Там уже нужно... Вот здесь, конечно, я могу. Ну, давайте вот это возьму. Хотя бы голову буду видеть. Это лучше, чем ничего. Это первое. Второе. Перемещение. Давайте вот. Викар М. Неинтересно. Вот это полная тень. Это дробаш. Это дробовик. Но мне лучше вот этот взять. Мощная винтовка. Вот, давайте вот это возьму. Это уступ... ГФ РАВ. Точность. Низкая скорострельность. Низкая скорость перезарядки. Я думал, если у меня низкая скорострельность, то это будет хотя бы хорошая точность. А у полной тени и точность, и скорострельность прекрасна. Урон чуть-чуть. Ладно, хотя бы получил хорошую вещь. Пусть будет. Ну, относительно хорошую. Я тогда с этим похожу все-таки. Что ж, ребят? Давайте на этом с вами на сегодня мы закончим. Надеюсь, что вам понравилось всего лишь все прохождение. Вы сегодня много чего сделали. Мы, во-первых, забрали все документы. Узнали полностью экспедицию... Судебу экспедиции Фосетов. Окончательно, бесповоротно. Помогли Илону найти прекрасный львовный Перпихон. На период его реабилитации от взаимодействия с Илаем. Кто не помнит, кто такой Илай, пересмотрите предыдущие эпизоды. Я уже устал напоминать про Илайя. Это же самый главный персонаж. Я вспомнил этот момент с Илайем. Извините, это сих пор трясет. Поскольку время прошло. Ну, так или иначе. А еще мы нашли деревушку, изучили ее историю, ввязались, нашли, могли устроиться лариков на местную подработку. Купили парочку прекрасного, продали парочку прекрасного. Всего понемногу. И с местными жителями разговаривались. В общем, везде чинжно гладить и красота. Но главное Илона. Илона еще помогли, наконец-таки, расслабиться. Вот всем бы таких работодателей, которые и накормят, и обуют, и позаботятся о тебе. И перепихот найдут. Это самое главное. Причем безопасный перепихот. И не оба с кем, а с вице. Нет, не вице. Она получается полноценный мир. Она мэр. Дробь пожарный. Дробь механик. Дробь боец. Дробь любитель футбола. А для Илона еще и мадемуазель. Люблю татушки в самых оригинальных местах. Вот. Ларкров. Реподобатель номер один. На территории России и всего и всего земного шара. Но есть риски. Вас может сожрать гребаная кошка. В случае, если вы разобьетесь в каких-нибудь далеких джумлях. И вы не являетесь одним из ближайших ее служебцев. Вот и все. Так или иначе, ребят. Всем еще раз спасибо. Ставим лайки. Пишем комментарии. Подписываемся на канал. Подписывка здесь. Смотрим плейлист. Он вот здесь. Предыдущее видео, если не смотрели, вот здесь. А если вы смотрите это не самым последним эпизодом, то здесь, возможно, будет следующий эпизод. Хотя, наверное, я сделаю так. Вот тут предыдущее видео. А вот здесь новое видео. Если оно будет. Ну, оно, конечно, будет. Но сегодня пока последний эпизод. А впереди будет еще. Ого-го. Завтра будет только. Так что здесь еще обновится. Ну, или уже обновилось. Я же не знаю, когда вы смотрите. Привет из прошлого вам всем. Привет в будущем. Что ж. Всем до скорых встреч. Всем пока. Удачи. И напиши комментарии. Что хочешь. Как думаешь, смог ли все-таки Иона ее в конечном итоге охмурить на прекрасную ночь? Я думаю, да. Но мне нужен твой комментарий. И твой комментарий, девушка, тоже. Я не забыл, что я задал вам вопрос. И девушки, ответьте на него. А если только вы прослушали, пересмотрите эпизод. И ответьте на вопрос. Это обязаловка. О, дэти. О, дэти.